В департамент по делам госслужбы поступило немало жалоб на отделы соцзащиты Кустана и Ауликольского района. Дело в том, что казахстанцам, которые из-за пожара или другого стихийного бедствия потеряли жилье, имущество, полагается государственная помощь. Обычно она не превышает 70 МРП. Чтобы получить эти деньги, достаточно нескольких документов. Но в отделах соцзащиты почему-то требовали предоставить заключение независимой экспертизы по оценке ущерба. Хотя эта норма не закреплена ни в республиканском решении, ни местным маслехатам. Если вы так прям хотите, тогда берите, вносите изменения, просите маслехат города Кустаная внести изменения в решение свое. Но я думаю, навряд ли вас депутатский корпус поддержит. В Кустанайском отделе соцзащиты указали, что именно оценка ущерба подтверждает, что, к примеру, крыша дома действительно сгорела. Поэтому они и требовали экспертизу. Асхат Искендиров же прояснил, что отчеты специалистов ДЧС – уже подтверждение потери имущества. Оценка сама не является документом, подтверждающим или актом, подтверждающим наступление трудной жизненной ситуации. Оценка фиксирует только тот ущерб, который нанесен. Но 70 МРП – это не является какой-то огромной суммой. И я не думаю, что это какие-то коррупции. Наоборот, коррупционные риски как раз и несет в себе истребование дополнительных, непредусмотренных решением маслехата документов. Стоит отметить, что такая проволочка с документами возникла только в двух отделах соцзащиты. Больше по области дополнительных документов, а тем более независимой экспертизы никто не требует. Кстати, специалисты добавили, что стоимость независимой оценки может варьироваться в разных пределах и порой достигать той самой помощи, которую выплачивает государство. Поэтому многие в итоге просто решают не обращаться за назначением соцвыплаты. Этот вопрос Департамент по делам госслужбы намерен решить в кратчайшие сроки. Обсудили специалисты и оказание госуслуг в целом. Общественники рассказали, что провели мониторинг и обнаружили множество нарушений. К примеру, в сфере образования электронная постановка детей в очередь в школы и сады не всегда электронная. Несмотря на установленные нормы, школы-городы требуют обращения и в электронном виде, и на бумажном наслухе. Согласно консультации, полученных в ходе телефонных обращений, 55% учреждений образования в городе Кустана называют, навязывают дополнительное обращение. Динара Утибаева пояснила, что этот вопрос быстро уладили. И со школами, где требовали излишние документы, проведена работа. А в сфере здравоохранения общественники заметили несоблюдение графика работы поликлиник, с чем тоже предстоит разобраться.